привет с вами доктор влад у нас минус 14 выглядит как минус 22 потому что сильнейший ветер сейчас собаками ходили обжигает просто ветер вот такая погода меня просят тут поснимать вокруг ну ребят ну холодно куда к чертям так ну и новости какие у нас сегодня а ну во первых знаете бы очень много было правильно было комментариев на мой ролик куда делась лепницкая и что будет с валиевой почему было потому что я поудалял к чертям но явно тролли ребята потому что ходят парами разговоры насчет того что вот они родину защищают вы не понимаете вы предатель ну и так далее но хотя много и ну это вот от своих от своих ну от наших ну как сказать фолловерам читателей зрителей очень много нормальных комментариев вот например алия пишет я полностью согласна с ним ну то есть с автором статьи ради амбиций денег значит ффк и туберидзе гробят детей не знаю кто такой ффк ну в общем так оно и есть а и много еще комментариев это все ужасно но для меня непонятно как родители хотят удовлетворить свое самолюбие за счет своего ребенка у меня брат свою дочку с измольства отдал большой теннис но она такая вся перекачанная ну в общем этим закончили так еще тут комментарии есть а почему тролли ну во первых они говорят за родину во вторых они парами парами это вот один пишет а другой да 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 поддакивает я троллей давно научился распознавать так дальше что тут еще опа вот лилия пишет у меня родные в донбассе живут это уже под донбасс ребят это главное конечно тема сейчас у меня родные в донбассе живут рассказывают что пустые автобусы кружат по району по району тихо там и в луганске люди никуда не выезжают а если что-то будет то они побегут в сторону украины все фейк так что еще тут а ну тут много пишет андрей он давно уже у нас на канале долг если позвольте я как гражданин украины живущий на дикой территории то есть в лнр а дикая территория он правда немного опишу этот с позволения сказать цирк который здесь устраивает эрефия свои выступления предводители оккупированных джимахерей записали еще за несколько дней до 18 февраля когда они якобы выступили перед нас перед населением запись выступлений сделали одновременно как по команде понятно по чьей команде с эвакуацией вообще все интересно как только стало известно что путин тут буква к выделил эвакуированным по 10 тысяч вечно деревянных на нас тут все завертелось бюджетников с рабочих мест грузили в автобусы и эти колонны автобусов под пристальным взором телекамер рос сми двигались сторону границы с рф а после уже без телекамер возвращались обратно в днр еще интересней там колонна пустых автобусов в сопровождении полиции катались по кругу значит об этом мне написали знакомые из границы то есть из днр а днр и лнр это же два разных государства кстати нехта тоже выложил у себя ролик с пустыми катающимися автобусами и теперь вишенка на торт было официально озвучено число беженцев 700 тысяч человек после простых математических действий можно легко понять сколько нужно эрофии выделить денег на самом деле людей вывезено в разы меньше да дальше я думаю все понятно кто-то существенно поправит свое финансовое положение я от себя скажу что я не думаю что это пенсионеры будут и вот совсем новая информация по беженцам сотни эвакуированных с ночи стоят в автобусах в красном десанте под тагангрогом под таганрогом их никто не принимает дети 12 часов без горячего питания туалет в полях у грудничков у грудничков кончается смесь ростовская область не готова к приему беженцев люди говорят что лучше сидели бы дома вот такая история я вот думаю что если туалет в полях то может их вывозили для удобрения этих полей извините док что отнял время всех благ с уважением большое спасибо андрей так хорошо так а вот надежда пишет купила манку фасованную по 700 грамм а недавно было по килограмму новости ребята ну и началось ребята снаряд попал в дом на хуторе в ростовской области но якобы это укрфашисты конечно стреляют что там метятинское поселение крыши нет на доме жертв нет никто не пострадал по словам собеседника снаряды прилетают со стороны украины что вот это за гадость а но неужели украина будет стрелять по ростову а ну хорошо что еще в ростовской области взорвался второй за день снаряд второй снаряд взорвался в тарасовском районе ростовской области в одном километре от границы с украиной так это мог быть зажигательный боеприпас системы град то что он вчера говорил вот вечером 30 минут у меня вчера был ролик я рассказывал что это будет обязательно будут провокации провокации так что еще в госдуме предложили передавать квартиры умерших от коронавируса россиян беженцам сначала устроили коронавирус потом вот так конгрессмен сша молотон заявил что мир находится на породе величайшей войны в случае российского вторжения на украину владимир путин уже не сможет остановиться так и ну немножко еще вот роднина назвала смешно версию о причастности дело деда камилы валиевой к истории с допингом даже роднина ну просто бабушка да стало известно как запрещенное вещество попало в организм фигуристки камилы валиевой вот пожилой мужчина то есть ее дедушка принимает препарат так как у него искусственное сердце вместе с его слюной слюной запрещенное вещество могло остаться на стакане которым воспользовался в воспользовалась фигуристка так и вот тут комментарий сразу эксперты не верят в версию представителей валиевой они отмечают что 3-метазидин выпускается в таблетках покрытых пленочной оболочкой или в капсулах из-за этого препарат может растворяться только в кишечнике если следовать логике представители камилы то единственный способ передать вещество другому человеку это рвота ну прикиньте да что он не обливал что и по вечерам ну вот у меня просто слов нет так минобр это что а минобороны объявила проведение ядерных учений под руководством президента да и уже сегодня началось ребята путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы еще вдобавок будут эти партизаны старенькие с животами да может им не пришел я не знаю я ведь не снимался с учета там в россии может я даже генерал российских войск там каждые несколько лет присваивают так попова заявила что беженцев из донбасса будут тестировать на ковид в местах в местах проживания вот по словам главы роспотребнадзора эпидемическая ситуация в донецкой луганской народных и республиках не самые благоприятные опа они еще будут это еще коронавирус свой с собой вести прикиньте что там начнется да бедные ростов байден заявил что киев пытается спровоцировать киев пытаются спровоцировать в донбассе да ну правильно старый понял все сразу на тут опять спрашивают а чё вам трамп не нравился ну я уже ребят я уже сказал чем мне не трамп трамп не не нравился а ну там по сравнению с байденом но байден по крайней мере не клинический идиот как трамп так дальше байден двоеточие в сша считают что россия нападет на украину в ближайшие дни правильно так с крф это что следственный комитет возбудил дело по факту обстрела территории ростовской области со стороны украины жертв нету да они взрывают аккуратно убрали оттуда все иномарки свои так опс еще в луганске взрывы в луганск газе назвали оба взрыва в луганске диверсией это в ночь на 19 февраля диверсия володин двоеточие россия защитить своих граждан и соотечественников днр и лнр при угрозе их жизни при этом москва не хочет войны подчеркнул психир госдумы так гигантские пробки и ночь на границе как происходит эвакуация тысяч жителей донбасса в арфе выход из республики дети и пожилые люди так что еще байден заявил вот тут еще круче о принятом путиным решении о вторжении на украину да уже принял решение да он так считает во всяком случае так это что такое в госдуме ну это я уже говорил предложили передавать жилье умерших от коронавируса беженцам донбасса лариса гузеева рассказала о потере волос после коронавируса да что то все гузеева то ее вчера украли или это не гузееву украли ну вот та все облысела девушка спортивный юрист рассказала дискварифицируют ли тут бериздзе пожизненно хотят ее пожизненно дискварифицировать ну завали его никто ж не верит тут на самом деле что это какой то там дедушка ну сама она и давала так от москвичей в вентиляцию столичной многоэтажки сбежала змея вот прикиньте вот что за москвичи да от них даже змеи сбегают о кошмар москали да мне это слово нравится москаль так захарова прокомментировал выступление байдена по ситуации вокруг украины нюхнула и прокомментировала да да ну не буду читать ну что я себе на помойке что ли нашел читать еще захарову трампа обвинили в том что он унес из белого дома 15 коробок документов вот это нифига себе 15 коробок так как власть ДНР переводит республику на военное положение ну что вы хотите ну сейчас будут воровать а что вы хотите война так а вот что такое тут ну-ка 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 да давайте лгбт вперед да где чего а в Сыктывкаре где парады так вот Валентина Талызина рассказала как оказалась в инвалидной инвалидной коляске ну хоть немножко вот разбавить ну и чё чё поле нейропатии у него была три года назад после поездки в Китай у нее отказали ноги начали лечить лечить неправильно сначала лечили сосуды а потом уже нашли что на самом деле теперь я снова могу ходить хотя не обхожусь пока без палки так это что такое в РИО главы МЧС России и глава Роспотребнадзора прибыли в Ростовскую область вот до чего вот в России все врут что даже вот в РИО главы МЧС России так ладно хорошо к ветерану России просят премьер-министра Израиля лишить Виктора Шендеровича израильского гражданства это вообще атас какие-то ветераны России а как к нему они будут обращаться интересно просят на коленях стоят и просят 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 какая чушь за что потому что он иностранный агент так еще Ростовской области выделили 5 миллиардов рублей на оказание помощи беженцам из Донбасса ну теперь они все накупят себе машин квартир я имею ввиду не беженцы естественно так сосулька с крыши пробила голову женщине в Подмосковье в Одинцово упала сосулька пострадавшая 53-летняя бывшая учительница английского языка так так они наверное еще и прицелились она же учительница вражеского языка так врач рассказала как справиться с последствиями магнитных бурь так следует избегать повышенных нагрузов нагрузок и соблюдать режимы отдыха и труда ну это вообще без магнитных бурь неплохо бы так так ранее в течение нескольких последних недель солнце пережило серии мощных извержений как-то солнце пережило как-то это странно все ну ладно хорошо справляйтесь твиттер так каждому прибывающему в Ростов прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса по поручению Путина выплатят тринадцатую зарплату россиян и комментарии сразу же бросили их в степи как всегда корреспондент вот так в кавычках ну наверное какой-то журнал из Ростовской области передает что беженцы жалуются на условия их не кормили всю ночь они сидят вне обогреваемых автобусах ну точно вот что рассказывали что нам рассказывал парень да оттуда в самом начале так видеозапись диверсии в кавычках на химзаводе стирол которая произошла по утверждению властей ДНР 18 февраля была февраля была снята за 10 дней до публикации а еще какие-то были диверсии якобы украинские на химзаводе стирол так если пацан сказал пацан сделал то где моя квартира 100 квадратных метров зарплата в 2700 долларов догнатая и перегнатая Португалия база на Луне и туристическая Мекка на Северном Кавказе или кто-то тут не пацан не пацан уху 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 нефтепровод дружба горит в Луганске после мощного взрыва уху 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 После чего на тех же автобусах привезли домой. Страшина запаса. Ну, знаете, кто это. После того, как появились метаданные обращения Пушилина и Пасечника об эвакуации. Ну, то есть, вот метаданные. Они якобы выступили вчера, а на самом деле там за несколько дней. Так. Плюс кибератака. Это было, я вам рассказывал, кибератака на украинские какие-то серьёзные организации. Ну, русские, конечно, атаковали. Плюс понтонные мосты, я вам рассказывал. Плюс экстренное обращение Байдена, плюс данные разведки. У кого-то ещё остались сомнения, что 16-го должно было всё начаться. Каждый раз в такие дни думаю, что пара достаточно простых требований, как, например, не нападать на соседей или не строить дворцы на миллиард, не то чтобы особо завышенные для правителя в 21 веке. В России были разные правители. Это всё твиттер идёт. И долбодятлы, и конченые мерзавцы, и маньяки, и трусы. Но чтобы это всё соединилось в одном, такое впервые. Уже тоже об этом говорил. Так, вообще-то, конечно, коварные эти укрофашисты. Когда танков у их границы не было, сидели тихо-тихо, спокойно-спокойно. Но как только к их границам Путин стянул 200 тысяч войск и кучу бронетехники, решили вероломно напасть на мирный Донбасс. Причём начать решили со взрыва пустого УАЗика. Ух, какие коварные! Демура, ну-ка! Ситуация начинает немного прорисовываться. Атака на Украину будет, но только через Ордло. Санкции, конечно, тоже будут. Но не самые адовые из обещанных, чтобы продолжать держать торг. Умный мужик, Демура, согласен. Но основной вопрос остаётся в силе. Какой идиот во всём этом увидел хоть какую-то пользу для РФ? Как сотни российских солдат погибают в Украине, если их там нет? Как сотни российских матерей получают груз 200 из конфликта, в котором Россия якобы не участвует? Раймонда Мурмокайте. Это Литва, ребята! Это литовские представители ООН. Вот это да! Опа! И ещё раз. И снова аплодисменты Литве. Прямая речь представителей Литвы на совбезе ООН, которую стоит процитировать. Я бы хотел ещё раз спросить, как может стая незаконных боевиков продолжать наступать, захватывать территории, продолжать нападения на трёх фронтах против государства Украина? Упс! И тут вот ещё комментарий интересный. Как может... А, нет-нет, это она же, продолжение. Просто твиттер кусочками. Как может группа боевиков без внешних связей, без бюджетов, без прибыли набирать систему вооружения и бойцов? Такое вооружение, как Грады, Ураганы, Буратино. Как они могут оплачивать расходы в 4 миллиона долларов? Как они могут говорить о наличии своего военного флота? Ничего себе. Ваша собака... Ну, ладно, немножко развеяться, ребята. Ваша собака ко мне так и липнет. Это скотч-терьер. Скотч-терьер. И, ну, последнее, да. А какая у вашего скотч-терьера выдержка? Это опять игра со словом «скотч». Ну и всё, ребята. Пока. Больше ничего. Но если что-то будет, вы знаете, я сразу буду в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok